Пять автомобилей вручили пострадавшим на производствах Алтайского края. Среди получателей Светлана Никонова. Женщина живет в райцентре Баевского района. Работала продавцом в магазине. Там и произошел несчастный случай. Упала, сломала ногу, началась гангрена. Пришлось ампутировать. У Светланы 16-летний водительский стаж. Машина мне практически каждый день нужна. Я и по делам, и в магазин, и в больницу. Я строго на машине. Без нее как без рук. Никому не надо обращаться, никого просить. Сама садишься и едешь. Николай Иванов тоже получил машину. Он живет в райцентре Ключевского района. За рулем мужчина больше 40 лет. Работал водителем. Несчастный случай произошел с ним в мастерской. Придавило трактором. Машина сейчас для меня – это мои ноги. Я живу один. Вот я магазин, кому надо, что оплачивать, что сам. Я так даже, если куда ехать, в краевую больницу вожу людей, родственников, друзей. Напомню, за каждого официально устроенного сотрудника работодатель уплачивает страховые взносы за травматизм. Если несчастный случай произойдет, то от фонда социального страхования положено единовременно и ежемесячные выплаты. Кроме того, за счет государства оплачивается лечение, лекарство и реабилитация. Программа реабилитации пострадавшего по заключению медико-социальной экспертизы предполагает обеспечение техническими средствами реабилитации. Фонд предоставляет их, начиная с протезов, колясок и заканчивая специальными автомобилями. Машины отечественных марок с адаптивным управлением специально оборудованы под индивидуальные особенности их водителей. Алтайским региональным отделением фонда социального страхования с 2000 года выдано более 650 машин. Застрахованные получают их безвозмездно раз в 7 лет. Помимо этого ФСС оплачивает текущий капитальный ремонт и расходы на горюче-смазочные материалы. Арина Пенигина, Сергей Седых, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok